МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно нерентабельное сельское хозяйство может стать ярким примером государственно-частного партнерства, приносить доходы, а в будущем полностью насытить казахстанский рынок отечественными яблоками. В этом уверен автор идеи семейных садов Тимиржан Жалгаспаев. Он представил соотечественникам уникальный масштабный проект «Семейные сады», который реализуется в рамках государственной программы «Агробизнес-2020» и при поддержке партии «Нур-Отан». Проект «Семейные сады» стартует в конце мая текущего года. Первые 50 гектаров земли будут засажены яблонями в Казыгурском районе Южно-Казахстанской области. Сады будут возведены по технологии интенсивного садоводства. Крестьянским хозяйствам их предоставят на условиях лизинга. Если садоводы не знали, где покупать саженцы, как подбирать земельный участок, либо что-то ещё, мы решили весь проблему упаковать и сделать просто один продукт, вот ключ. Каждому крестьянскому хозяйству будет выделено по 5 гектаров земли с полным оснащением системой капельного орошения, опорно-шпалерной системой, защитной сеткой и иными высокотехнологичными атрибутами. Такой подход позволит собрать от 3 до 5 тонн яблок с каждого гектара уже на третий год. А в период зрелости садов эта цифра возрастёт до 50 тонн. Автор проекта мечтает об экспорте. Говорит, что при успешном раскладе наливные фрукты смогут оценить не только жители всех регионов Казахстана, но и соседних стран. Через несколько лет после погашения займа человек становится владельцем семейного бизнеса. Если посмотреть, даже просто 50 гектаров этого семейного кооператива дают 3-4 тысячи тонн яблок последующих. А если таких мы сделаем 10, 20, 30 лет, представляете, мы сможем уже свой вымок насытить именно своей продукцией, не говоря о возможном нашем экспортном потенциале. Заем на программу можно получить в региональных филиалах Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Максимальный срок кредита 96 месяцев. Сумма 50 миллионов тенге. В ближайшее время проект заработает также в Жамбылской и Алматинской областях. Заявки на участие принимаются от всех желающих. Всемирная торговая организация открывает свой рынок для сельхозпроизводителей Казахстана. Этой новостью с корреспондентами программы «Агросектор» поделилась вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева. В ВТО входит более 160 стран. Международная организация регулирует только торгово-экономические вопросы. На пороге вступления в неё и Казахстан. Однако уже сейчас становится возможным для наших фермеров экспортировать свою продукцию на этот огромный потребительский рынок. Казахстану удалось доказать безопасность своей сельхозпродукции. В отрасли была произведена большая работа. В августе прошлого года отечественный Минсельхоз подал заявку. И уже в начале 2015 года в Международном эпизоотическом бюро нашу страну признали свободной от ящера. А в конце мая на заседании Ассамблеи этой организации в Париже отечественные ветеринары получат соответствующий сертификат. Это даст возможность нашим фермерам, сельхозстаропроизводителям экспортировать свою продукцию за рубеж, в том числе и страны-члены ВТО. Таким образом, мы доказали, что мы соответствуем международным требованиям международной торговли, где уделяется большое значение санитарно-фитосанитарным мерам, в том числе статусам страны, свободных от каких-либо видов болезней. Сколько тонн урожая на весах грядущего сезона? На каких прилавках покупать мясо? И как получить кредит начинающему аграрию? Ответы на эти и другие ваши вопросы в рубрике «Аграрный вопрос». Цены на мясо на рынках везде разные. Кто контролирует стоимость мяса вообще? Спасибо за ваш вопрос. В целом, Министерство сельского хозяйства не занимается контролем цен мяса. В целом, спрос рождает предложение. Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает. Это была программа «Агросектор». Успехов вам в добрых делах и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин